Ас-саляму алейкум и рахматуллах и баракату. Бисмиллях, альхамду лиллях, ас-саляту ас-салям, аля Расулли Лях. Прошлая хутба, у нас была тема, в чем заключается счастье, а именно в четырех вещах. И вот по многочисленным просьбам я уж на русском пройдусь, потому что кто-то татарский не понимает. Этот хадис передал Саад ибн Абива-Кас, рады Аллаху-Анху. Посланник Аллаха, саляллаху алейкум, сказал, счастье человека заключается в четырех вещах. То есть здесь речь идет о счастье человека в мирской жизни. То есть человек, чтобы был счастливым в мирской жизни, ему нужно найти четыре блага. В другом хадисе говорится три блага, три няна, сделать его счастливыми. Самое первое, пророк, саляллаху алейкум, сказал, что это праведная супруга, праведная жена, первое. Второе, это просторный дом. Дом, просторный дом. Третье, это праведный сосед. Праведный сосед. И четвертое, это удобное верховое животное. И посланник Аллаха дальше сказал, что несчастье человека заключается также в четырех вещах. И все назвал только наоборот. То есть первое, это плохая супруга, плохая жена. Второе, это плохой сосед. Третье, это неудобный узкий дом, маленький дом. И третье, а четвертое, это плохое верховое животное. Этот хадис передал Ибн Хаббэн. И вот если давайте перечислим все эти четыре качества, четыре причины, как получается несчастье с другой стороны, а с другой стороны несчастье. Так ведь? То есть они же делают нас счастливыми, и они же могут сделать нас несчастными. Праведная жена. Посланник Аллаха, салюлла алисалям, сказал, если Аллах кого-нибудь одарил праведной женой, он обеспечил ему половину имана. Вторую половину, а второй половине пусть он сам беспокоится. То есть на самом деле роль праведной жены, роль праведного супруга для женщин, так ведь, имеет огромное значение. Огромное значение, поэтому мы, мусульмане, когда строим семью, конечно же мы должны смотреть на качество. Даже пророк, салюлла алисалям, перечислил четыре качества, на что смотрят при выборе супруги. Так ведь? И сказал, что выбирайте самых богобоязненных, не только красивых. Поэтому это означает, что роль женщины, роль жены в жизни мужчины имеет огромную роль. Огромную роль. Поэтому у нас у татар говорят, Ирне ирит кандахатан, ирне югыд кандахатан. То есть женщина может и возвысить своего мужа, может и уничтожить его. И в другом хадисе пророк, салюлла алисалям, сказал, этот хадис передал имам мусульм, что ад-дунья мата'а, то есть дунья, мирская жизнь, она, то есть это благо, которое Аллах дал нам во временное пользование. И вот из этих всех благ, которые Аллах дает во временное пользование, самое лучшее благо, пророк, салюлла алисалям, сказал, аль-мар-атус-салиха. Это праведная жена. Это праведная женщина. Этот хадис передал имам мусульм. И, конечно же, супруги верующие, они должны призывать друг друга к благому. Они должны воспитывать друг друга, исправлять, поправлять друг друга с мудростью. И посланник Аллаха, салюлла алисалям, сказал, да помилует Аллах того мусульманина, который встает ночью, чтобы совершить намаз, то есть тахаджуд, а затем будет и свою супругу. То есть не только один совершает намаз, да, а призывает к намазу и свою супругу. И если супруга не желает вставать, он брызгает на нее воду. То есть вода, это причина, чтобы проснуться, так ведь? То есть он создает причины, чтобы она все-таки проснулась и встала за ним на намаз. И пророк, салюлла алисалям, сказал, да помилует Аллах ту женщину, которая также встает на ночной намаз, а затем и призывает своего мужа, то есть начинает будить своего мужа. А если тот не желает вставать, то брызгает ему на лицо воду. То есть пусть Аллах будет доволен ими, это дуа пророка, салюлла алисалям. И также мы знаем, что мужья и жены, они должны предостерегать друг друга от грехов, они должны делать насихат друг друга, и поэтому это есть один из величайших благ Аллаха, когда Аллах кому-то из нас дарит праведную жену. Следующая причина счастья – это просторный дом. Вообще в арабском языке, а арабский язык, он просто, там столько цветов, там столько слов, там столько синонимов, и вот очень много есть названий дома слов. Бейт – это самый такой распространенный, мензиль, то есть нюзуль, туда, где ты останавливаешься, куда ты приземляешься. И один из этих слов – это секен, мескен, секен. То есть секен – секине, от слова спокойствие. Это то место, куда человек возвращается и находит свой покой. То есть может быть там, за стеклом, за окном, может быть там буря, может быть там какие-то, ну, всякое может происходить в жизни, да? На работе приходится бороться за свои права, где-то там повышать на кого-то голос, где-то там человек устает, где-то там никого не хочет видеть. Но когда он возвращается домой, вот это секен, секен, то есть это то место, где он должен успокоиться, где ему должно быть хорошо. И даже Аллах, когда рассказывает, говорит нам о причинах того, что он создал нас парами, да? Аллах говорит, литескуну илейха, сура Рум, 21 аят. Аллах говорит, литескуну илейха, то есть Аллах дал вам жен из вас самих, чтобы вы находили успокоение с ними. То есть семья создается, много причин семьи, но одна из основных причин, целей семьи, создания, ты должен найти покой в семье. В семье должно быть хорошо, как говорят, Поэтому дом это то место, где, конечно же, человек должен найти спокойствие. И Аллах так пожелал, мудрость Аллаха, да, что в раю тоже будут дома. И очень много хадисов, и очень много аятов, где Всевышний не просто говорит, сообщает нам, что там тебя ждет дом, да? А именно описывает, какие это дома. Даже в хадисах говорится, кирпичи какие там, штукатурка какая, пол из чего. Вот все-все описывается, потому что дом это то благо, в котором мы будем нуждаться даже в раю. Даже в раю. Потому что в раю, если так посмотреть, там зноя не будет, жары там не будет, там солнца нет, там холода не будет. Там скрыться от кого-то не обязательно, у тебя там очень большая территория будет. Но даже и там будут дома. Поэтому кому Аллах дал вот этот дом, это жилище, где он может найти свое успокоение, это великое благо, и за это надо благодарить Аллаха. И, конечно же, если есть дом, то рядом будут люди, которые также будут жить, это соседи. Это соседи, и хороший сосед, хороший сосед, праведный сосед, добрый сосед, это на самом деле одно из величайших благ Аллаха, за что мы должны его благодарить. Потому что, с другой стороны, праведный сосед сказал, несчастье человека в плохом соседе, да? То есть, это означает, что сосед может все испортить. То есть, если человек построил дом, маша Аллах, все там, архитекторы все там продумали, проектанты все там, система вентиляции, освещения, ну все, красота, ремонт сделал там, не знаю, дизайнерский, да? Вложил очень много денег, может быть, зашел в долги, может быть, сколько-то лет он работал, чтобы закрыть долги. Я знаю, в селах, деревнях есть мужики, которые по 10 лет строят дома, потом теряют здоровье из-за этого дома. Есть люди, которые погружаются в долги, сколько лет там у нас, а вы говорил, из Алганда Наскин Тишек Буларат Ишты. Вот поэтому это одно из самых великих достижений, когда ты строишь дом. Но представьте себе, все, вот он дом, маша Аллах, там все хорошо, все удобно, но плохой сосед. Плохой сосед, все, там день и ночь музыка, там пьяницы кричат, орут, ты не можешь выпустить детей, потому что они слышат ужасное. Ты не можешь у себя в саду под яблони посидеть, отдохнуть, потому что там все ужасно. И поэтому правок сказал, просите у Аллаха защиты от дурного соседа. То есть, есть специальная дуа от дурного соседа. Поэтому нужно просить, чтобы Аллах защитил нас от плохих соседей, потому что влияние соседей на нашу жизнь тоже огромно. Тоже огромно. И четвертое, счастье, так же, как и несчастье, это кони, сегодня уже это автомобили. Ну, любовь к коням, это древнее влечение, особенно мужчин, да, хотя сегодня женщины, они даже идут впереди нас в этом, да, но это в крови. Мы знаем, как Сулейман, алейхиссалям, любил коней, да, мы знаем, как пророк, саллил, алейхиссалям, любил своих верховых животных. Мы даже знаем, как звали его верблюда, коней. И вот, и это, это сунн Аллаха, то есть закон Аллаха, связь, особенно мужчин с конями. И сегодня, конечно, многие таких живых коней себе не могут позволить, но есть у нас железные кони, автомобили, да, и, конечно же, привязанность к этим автомобилям, влечение, оно есть. Оно есть, иногда и зашкаливает, да, мы знаем людей, которых, может быть, и денег толком нет, и семью не могут толком содержать, но машина должна быть, там, не знаю, самой лучшей, самой быстрой, да, и поэтому, что означает удобное? Удобное автомобиль, это автомобиль, который надежный, безопасный, который может тебя, альхамду лилля, перевезти куда тебе надо, да, а плохой автомобиль, ты не знаешь, вот тебе надо в челны выехать, и ты не знаешь, где ты встанешь, да, или там зимой там холодно, летом жарко, или ты не знаешь, когда он сломается, да, и поэтому, у меня был такой автомобиль, альхамду лилля, когда я в деревне жил, я ночью ремонтировал до утра, у меня мама всегда смеялась, улам, ты не бой ясисин, ты не бой ясисин, ну, москвич был такой, альхамду лилля, Аллах меня избавил от этого москвича, поэтому, вот, с одной стороны, хороший конь, это благо, а с другой стороны, плохой конь, это, это, это беда, это беда, поэтому, конечно, мы должны работать, думать, просить у Аллаха и искать возможности, чтобы у нас были эти четыре счастья, да, и чтобы Аллах избавил нас от четырех несчастья, да, поэтому это вкратце, это вкратце, пусть Аллах даст нам эти четыре счастья и избавит нас от этих четырех несчастья. Субханакаллаху мабихамдик, ашаду аля, илля, 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 истагфиру кватубу, илля. Хотя, дорогие братья, вот, про каждое вот это счастье и несчастье можно 7-8 уроков, часами можно говорить, потому что это очень важные, ну, скажем так, элементы нашей жизни. Продолжение следует...